Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов на встрече с мэром Черкеска Алексеем Баскаевым обсудил ход работ по благоустройству республиканской столицы. Обсудили также план праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы и к Столетию Республики. В Черкеск прибыли 20 новых современных комфортабельных пассажирских автобусов. В ближайшее время новый транспорт выйдет на линию. В год столетия Республики в Черкесске откроется ряд новых объектов, практически готов к открытию Центр молодежного инновационного творчества. Активно ведутся работы по капремонту третьей школы, реконструкции детской школы искусств и музыкальной школы. Благоустройство центрального парка, сквер на Ленина у дома книги, парк вблизи завода РТИ. Запланированной уже ведется ремонт дворов, дорог и тротуаров. Рашид Имрезов отметил, что одна из основных задач органов муниципальной власти – это работа с обращениями граждан. Правовому нигилизму бой бесплатные юридические консультации станут еще доступнее. Свой дебютный выезд выполнил новый мобильный офис по оказанию бесплатной юридической помощи. Первыми консультацию на борту спецтранспорта Госбюро получили жители аула Псыш. Ахмат Халкечев подробнее. В Карачаево-Черкесии с 2012 года проводится работа по организации бесплатной юридической помощи угодным категориям населения. За это время свыше 15 тысяч человек получили квалифицированную юридическую консультацию по самым разным вопросам. Ну а в 2014 указом главы республики было создано государственное юридическое бюро. Наш регион был в числе первых, где создавались свои юридические бюро. Раньше мы выезжали раз-два в неделю по мере возможностей, но нам нужно было согласовывать место, время, нам нужен был кабинет, интернет, электричество, компьютеры, где можно было оказывать бесплатную юридическую помощь. Сейчас мы можем это делать всегда и везде и для всех. Помимо выездов в населенные пункты мы можем выезжать к малым мобильным гражданам домой, выезжать в различные общественные организации. И оказывать там непосредственно бесплатную юридическую помощь. Мобильный офис на базе отечественного «Газель-Некст» оборудован зонами для персонала и приема граждан. В двух кабинетах все необходимое техническое оснащение, а для обеспечения конфиденциальности и удобства посетителей рабочие места абсолютно автономны и независимы друг от друга. Также для малобомильных граждан спецтранспорт оснащен пандусом и откидными ступенями. С первых же минут, как мобильный офис открыл свои двери, сажане активно начали приходить со своими вопросами. Мне, например, очень необходима была эта консультация. Я искала для себя юриста, чтобы решить проблемы своей матери, престарелой, с социальными выплатами, проблемой. Вот они приехали по месту консультации, я узнала, что мне нужно, и дальше я буду с ними работать, консультироваться. Уже мама и папа непосредственно будут приезжать к ним, консультироваться, и они будут к ним приезжать. Очень удобно, мне очень понравилось. Карачаево-Черкесия в числе первых 30 регионов, получивших спецтранспорт, как субъект с эффективно налаженной организацией бесплатной юридической помощи населению. Автомобиль будет использоваться специалистами Госюрубюро для приема жителей в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах. Акмахал Кечев, Максим Долгов, Вести Карачаево-Черкесия, Абазинский район. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 45 848 человек. Из них 44 577 выздоровели, 17 человек госпитализированы. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами дождь, днем в отдельных районах сильный, ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночи плюс 5-10, в горах минус 1-4, а днем 8-13 выше нуля, местами до плюс 7. В Черкесии дождь, ночью небольшой, днем умеренный, ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночи 7-9, а днем 9-11 градусов тепла. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8 938 333 90 00. Чавыча, сёмга, красная икра. На рыбной ярмарке Дары-Камчатке. С 5 по 8 мая с 9 до 18 часов. В доме предпринимателя Черкесск, улица Горького, 8. Продолжаем выпуск. Карачаевский драматический театр завершил работу над очередной яркой постановкой. В этот раз на соцзрителя труппа представила историческую драму «Карча» автора Дины Мамчуевой. На общественном просмотре побывала и наша съемочная группа. Мадина Каракетова подробнее. Это последний общественный просмотр перед премьерой. Так сказать, генеральная репетиция, сдача спектакля. Актёры уставшие, заметно волнуются, но счастливы. Позади месяца упорных репетиций, оттачивания отдельных моментов, реплекс сцен. «Карча» автора Дины Мамчуевой – историческая драма, очень сложная в постановке. И для труппы очень важно мнение приглашённых экспертов, прежде чем представить работу на суд зрителя. Этот спектакль нужен был для нашего народа. Наш великий предваритель и полководец Карача и Балкарского народа, Карача со своими сподвижниками, с Будуяном, с Трамом, Адрухаем, Наурузом. Это исторические лица, которые были его сподвижниками. Они вот создали вот такое государство, Карачай, на Баксанском ушелии, Эль-Джурд. И я должен сказать будущим нашим зрителям, которые будут смотреть, чтобы они там никакого недоразумения не было. Здесь, в этом спектакле, в этой песне, которую автор написал, есть только пять реальных существующих героев. Остальное – это выдумка. Это выдумка автора, потому что без этого не можешь быть. Здесь любовь, и коварство, и война, и традиции, и смех, и слезы. По мнению директора Карачаевского драматического театра Руслана Гачияева, актерам это удалось в полной мере. Все это мы показываем, как вернулся с плена, со своими сподвижниками после нашествия Тимирлана Карача. И вот мы это показываем, как он возродил, хотя Алания была разбита, но мы возродили свой народ. Для постановки спектакля специально был приглашен главный режиссер Балкарского театра «Магомед» от Мурзаев, который имеет большой опыт работы с историческими драмами. Это не первая совместная работа балкарского режиссера с труппой Карачаевского театра. До этого был не менее успешный труд «Акбичи» и «Рамазан». С автором, с Диной Мамчиевой, мы встречаемся уже второй раз, хотя мы давно, сто лет назад, друг друга знаем. Я очень уважаю и люблю за ее талант, за ее красоту, за ее внутреннюю красоту. Вот эта красота и есть в ее поэзии и в ее драматургии. Мне очень интересно копаться там, внутри этой драматургии, вытаскивать какие-то сокровенные вещи, которые больны в ее душе. Для меня это было очень важно. Режиссер признается, что переживал за конечный результат, поскольку воссоздать на сцене историческую драму, тяжелый труд и очень большая ответственность. Магомед от Мурзаев отмечает профессионализм труппы Карачаевского театра и вразил надежду, что им удалось в полной мере передать замысел автора зрителям. Карча – это очень значимая историческая личность для карачаевского народа, и поэма – возможность еще раз рассказать о великом предке, поднять вечное, ценное и святое, без чего не может существовать народ. Вы очень испугались, что Карча умер, даже слезы, но… Нет, я никогда в жизни его не убью, потому что это наше желание, это вот эта арба, это символ всего, наше переселение, горечь, все-все-все-все там с этой арбой, вот это двигается, с этой диваной, вот эта идея, и Карчу мы никак не могли убить, и, по-моему, автор не хотел и не собирался, зачем тогда писать эту драматургию. По словам Магомеда от Мурзаева, с труппы Карачаевского театра он работал с большим удовольствием, и это не последняя совместная работа. Актеры готовы как к восхвалению их труда, так и к критике. Важно каждое мнение. 5 мая Карачайский театр пригласит на свой спектакль жители аула «Новый Карачай» в местном ДК в 15.00. Завтра в Черкесске в Доме предпринимателя откроется традиционная рыбная ярмарка «Дары Камчатки» и будет она работать до конца недели. По традиции организаторы привезли в Карачаево-Черкесию разнообразную продукцию и красную икру. Светлана Шаганова расскажет подробнее. И вот она, наша российская рыбка из богатых водных ресурсов Камчатского края. Лучшие деликатесы перед вами на прилавке. Всеми любимая селедочка, богата витамином Д и омега-3 жирными кислотами. В ней их даже больше, чем в семге и форели. Регулярное употребление селедки позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему. Мы снова приехали в Карачаево-Черкесскую республику. Очень рады видеть обратно наших покупателей постоянных, которые к нам всегда приезжают, приходят, покупают нашу продукцию, свежайшую продукцию, цены остались те же, которые и до Нового года. Ничего не прибавилось, ничего абсолютно. Вкусная также рыбка наша чавыча, которую вы знаете, очень полезная аминокислотами. И палтус очень жирный, вкусная рыбка, деликатес считается, диетическая рыбка, можете кушать любому человеку. Она очень жирная, но она считается диетической рыбкой. На прилавках вы найдете все самое вкусное и полезное. Здесь тихоокеанская крупная рыба семейства лососевых кижуч. Его коптят исключительно на натуральных опилках. Белорыбеца богата йодом. Регулярное употребление рыбы способствует очищению организма от токсинов, улучшает обмен веществ. Наивкуснейший палтус, популярный уже голец. Кстати, он водится только в реках Камчатки. Ну и как же без чавычи, семги, горбуши, киты и скумбрии. Да и консервы здесь самые настоящие. И вот она, королева ярмарки, наисвежайшая красная икра. Уважаемые наши покупатели, мы приглашаем вас на нашу рыбную лавку. Мы работаем до конца недели, включительно в воскресенье. Найти рыбную лавку очень просто. Дом предпринимателя на Горького, 8, центральный вход. Мимо такой аппетитной рыбки пройти невозможно. Успейте до конца недели заглянуть к нам в гости. Светлана Шаганова, Расул Бердиев, Вести, Крачаево, Черкесия. В Уйджигуте прошли традиционные открытые конно-спортивные соревнования, посвященные Дню возрождения кратчайского народа и 77-й годовщине победы Великой Отечественной войны. Ахмат Халкечев подробнее. С самого утра в районе Ипподрома Уйджигуты многолюдно. На праздник собралось несколько тысяч человек. В перерывах между забегами атмосферу праздника поддерживает разнообразная концертная программа с участием известных артистов республиканской эстрады и творческих коллективов. В соревнованиях участвуют лошади чистокровных верховых пород. Наездники и четверо-многие спортсмены готовились к этим соревнованиям основательно. Дух здорового спортивного азарта должен дать импульс развитию племенного коневодства, уверены организаторы. Здесь скачут кроме одного заезда чистокровные английские лошади. Есть любители чистокровных английских лошадей. Везде и в Краснодаре, и в Пятигорске скачут чистокровные лошади. Наши ребята и там, и там, и там выставляются. Здесь они проб на все. Конечно, это дает толчок развитию чистокровного коневодства. И плюс еще один заезд. На том заезде уже будут карачаевские лошади местные. Тоже они друг к другу присматриваются, целый год готовят. Для конников это большой стимул. Подеятели и призеры определялись в каждом заезде. Призы на пяти дистанциях были именные. Герои Советского Союза и России, уроженцев Усть-Дюгутинского района. Занявшие призовые места награждались кубками, медалями и денежными призами. За первое место 50 тысяч рублей, второе 30 и за третье 20 тысяч рублей. Спортивный праздник, организованный администрацией Усть-Дюгутинского района, собрал любителей конных состязаний со всей республики. Стараюсь как-то воспитать правильно своих внуков, стараюсь с собой возить везде, показывать. Очень хочется, знаете, находить свое место среди общества. Это, наверное, такой первый большущий праздник, когда ты чувствуешь себя и человеком, и счастливым. И вот смотрите, вот на всех смотрите, все веселые, улыбаются. Просто этого давно не было. Ну, дай Аллах, дай Бог, чтобы у всех все было хорошо и много-много лет. На дистанции 2400 метров участники соревновались за приз главы республики Рашида Тимрезова. В этом заезде существенно отличался и призовой фонд. За первое место 100 тысяч рублей, за второе 60, за третье 40 тысяч рублей. Лучший результат показал Радмир Байрамуков в команде с Дарханом. Готовил мой друг, все благодаря ему. Я просто сел, проскакал. Как он мне сказал, так я и проехался. Я эту победу хотел бы посвятить старшим нашим. В упорной борьбе на семи дистанциях призовые места распределились следующим образом. В первом заезде на тысячи метров лучшим стал тандем Артура Тимрезова и кобылки по кличке Сарица. На второй дистанции в 1200 метров победу одержали Мирзабик Капушев и Кобыла Ихея. В третьем забеге на 1400 метров первым финишировал Рашид Каракетов. На жеребце Арчаттай. На четвертой дистанции в 1600 метров лучший результат у Ханапия Барлакова на Кобыле Тиани. Пятый и шестой заезды в 2400 метров выиграл Радмир Байрамуков на лошадях Путаран и Дархан. Ну а на самой протяженной дистанции в 3600 метров победил Далим Беджиев на Кобыле фаворитка. Ахмат Алкевичев, Мухаммед Ашбоков. Вести Крачаева, Черкесия. Это все вести, удачи и до встречи.